Всем привет! Сегодня я хочу вам показать, как приготовить вкусные рыбные котлеты в домашних условиях. Для приготовления нам понадобится рыба. Я взяла путасу. У меня здесь 800 грамм. На 800 грамм нам понадобится 300 грамм сала. Ну, примерно 35% от общей массы рыбы. Если у вас рыбы больше, можете рассчитывать брать 35%. Потом 3 луковицы я возьму, 1 булку хлеба и соль, перец по вкусу. Соль, перец я еще не поставила. Также нам понадобится мясорубка. У меня она стоит сбоку. Первым делом нам нужно будет перекрутить рыбу на мясорубке. Поэтому сейчас я ее буду подготавливать. Стою из пакета рыбку, отрезаю голову, плавники и хвост. Также нам нужно почистить кишки. Таким образом я подготовлю всю свою рыбу, которая у меня лежит в пакете. Теперь, когда я подготовила всю рыбу, я ее стала перекручивать на мясорубке. Один раз. Так как рыбу я перекручиваю вместе с костями, то нужно ее перекрутить второй раз. Перекрученную первый раз рыбу я добавлю хлеб. Перед этим я ее размочу в горячей воде, чтобы она стала мягенькая. И перемешаю со своей рыбой. Булочка у меня размякла. Можете вот эту горбушку не класть. Я ее не буду класть, потому что она не очень мягкая получается. Все равно ее так до конца не растопишь всю. Поэтому я ее сейчас просто уберу, а это все добавлю к рыбе. И немножечко перемешиваем. Можно сильно не переусердствовать, потому что когда мы будем перекручивать второй раз на мясорубке, она все равно все это перемешается. Все, примерно как-то так. Далее перекручу все это во второй раз. Добавлю сало, лук и фарш для рыбных котлет практически будет готов. Вот что в итоге у меня получилось. Все ингредиенты перекрутила на мясорубке. И чуть не забыла сказать, если у вас нет булочки, то вы можете взять батон. Примерно 2-3 кусочка. Лучше, если вы будете размачивать батон не в воде, а в молоке. Так котлеты получатся еще более нежными. Далее, что нам нужно, это пустить соль и перец по вкусу. Наш фарш готов. Осталось его только тщательно перемешать. Фарш перемешан. Теперь я буду лепить котлетки. Для этого я беру доску. И чтобы котлеты не прилипли к доске, я покрою сверху целлофановым пакетом, который я разрезала напополам. Берем немножечко фарша и катаем в руках до тех пор, пока он не начнет держать форму. Вот примерно как-то так. Размер котлет можете выбрать любой. Мне нравится такой средний, так легче жарить. Таким образом я слеплю все свои котлетки. Все котлеты налеплены. У меня получилось 19 штук. Правда, все разного размера, но ничего страшного, я готовила их для себя. Далее вы можете их отправить на сковородку, готовиться, жариться. Или отправить в морозилку, чтобы они застыли и жарить потом. В принципе, я делала и так, и так. Разницы никакой. На вкус это никак не влияет. Котлетки мои готовы. Все, что хотела вам показать, я показала. Если вы хотите, чтобы я показала, как их надо готовить, жарить на сковородке, то напишите мне об этом. На этом у меня все. Если мое видео было вам полезным, то поставьте пальчик вверх. Мне будет очень приятно. Спасибо за внимание. Пока-пока. Для тех, кто еще не отключился, хочу еще сказать одну вещь. Если вы не любите хлебные котлеты, то можете батон вообще не пускать. Вкус котлет от этого хуже не станет. На этом точно все. Пока-пока. Пока-пока.